Свидетель ритейл продолжает свои работы и сейчас мы немножко заглянем уже не в ритейл, но что-то пограничное. Сегодня посмотрим пончики и поговорим с Абдулабеком Мурадом, генеральным директором и сооснователем сети и заглянем в их новый формат. Добрый день! Добрый вечер! На самом деле мы приехали достаточно интересно, у вас как раз новый формат. Новым форматом я его не назову, но это такой флагманская точка, которую мы уже полтора года как-то не устроили и она существует для того, чтобы больше имиджевая точка. Ну она практически ничем, кроме как своих вложений, посадочных мест не отличается. То есть по формату, по меню, как бы нас не просили, она не отличается. А, здесь пончики. В первую очередь пончики и еще раз пончики. Нет, как раз таки, если мы говорим, пончики являются для нас таким уникальным торговым предложением. Но если говорить про позиционирование, мы позиционируем себя как кофейня с очень хорошим кофе-баром. Ну, действительно, выбор большой. При этом проект, я так понимаю, развивается в формате точек-киосков. И как он делится? Сколько сейчас точек у вас открыто? Около 30. Около 30. И сколько из них вот такого плюс-минус формата с посадкой? С посадкой, наверное, у нас 5-6 заведений в торговых центрах. Это самый большой, там, на 200 квадрат, есть чуть меньше, там, на 70-50 квадрат. Но в основном это ларьки с кофе с собой или же корнеры торговых центров. Давайте вот пока мы стоим на оборудовании, дальше же присядем, как бы спокойно поговорим. Вот что касаемо непосредственно продукта? Это вот тот ассортимент, который я сейчас вижу на витрине, это ваша классика или все-таки здесь еще должно быть? Или вот это ровно столько, сколько вы предлагаете? Это ровно столько, сколько вы найдете в любом нашем заведении, за исключением вот новинок. Но опять-таки, эти новинки здесь появились 2 недели назад. Это первые пончики не сладкие, то есть там креветка начинка, сырная. Они здесь появились 2 недели назад, мы отработаем кое-какие моменты ошибки, и он буквально через недельку уже будет во всей сети. Получается, что на монопродукте, если мы говорим про пончиков, и в большом расширенном кофе-баре вы, соответственно, выстраиваете всю стратегию своих. Абсолютно. На самом деле хочется посмотреть, насколько прозрачный получился интерьер, вот такой очень концептуальный. Он явно для людей, которым нужна интересная с одной стороны картинка, при этом вот называется сделать вот так, да? Инстаграмность, конечно, абсолютно. Чуть-чуть буквально пройдем вокруг станции. Я хочу отметить, насколько разные, разные возможности для того, чтобы присесть там. Для тех, кто хочет условно посидеть как за бароной, могут здесь вот так. Если нужен совсем уютный формат, мы можем увидеть такой формат. Если мы хотим спокойно посидеть за уютным столиком, его тоже мы увидим. Но длинный стол, какой удобный, то есть для большой компании. Для большой компании, и там садятся разные группы людей. То есть когда-то для нас в Дагестане очень был непонятный формат, что за одним столом, вроде как общим, садятся разные группы людей. Но сейчас уже потихоньку мы видим, что разные люди либо ожидают, либо садят полную, там, своя посадка осуществляется за общим столом. Ну и понятное дело, что все вопросы, которые мы должны решить, тоже есть. Очень, кстати, уютно сделаны, молодцы. И прям отдельно отмечу, что это хороший такой подход. Телефон там тоже есть куда положить. Телефон есть куда положить. И то есть помимо просто уборных в Дагестане у нас очень большое внимание уделяется молебным комнатам. И вот если говорить про эту улицу, у нас есть отдельная и женская молебная, есть отдельная и мужская молебная. Что не везде позволяет помещение, размер помещения это сделать. Благо у нас получилось, место позволяет. И я знаю, что здесь люди приходят помолиться. Мы молимся пять раз в день, что девушки, что мужчины, даже не являющиеся нашими клиентами, проходят помолиться, сделать свой намаз. Но это к вопросу о том, как надо отвечать на потребности покупателя, потребности вашего гостя. Это замечательно. Что ж, мы сейчас продолжим уже более куларно в формате говорить уже за столиком. Для того, чтобы не мешать гостям здесь, давайте приседем. В рамках экспедиции ритейл в этом году как-то так довольно случайно получился разговор когда-то в Уфе с молодыми предпринимателями. Здесь в какой-то мере тоже произносим предприниматели, которые в современной реальности довольно рано начали проявлять свои предпринимательские свойства. Как давно вы зарабатываете? Есть, собственно, я с 11 лет точно. То есть это компьютерные услуги и все такое. Если говорить прям, сколько лет я у родителей денег не беру, то это 11 лет, это точно. Ты уже такой стаж. Как давно появился этот бизнес? В какой момент он случился? Почему? Бизнес именно, донус, как основной виток моей жизни, это 2015 год, мы с друзьями решили открыть что-то свое. На тот момент я работал полтора года уже в найме айтишником. Мы с друзьями часто встречались, фильмы, всякие походы вместе. И в какой-то момент сказали, мы как-то должны свою жизнь устраивать. И первый раз мы задумались о совместном бизнесе, о совместном что-то делании. И буквально через полгода это у нас появилось. В каком году все-таки открылся первый ваш... Июль 2015 года. Июль 2015 года. То есть уже, получается, через пару лет вы будете отмечать 10-летний юбилей. То есть сейчас вот 8. 8 лет, 30 плюс точек. Покрытие, где самая далекая точка, где сейчас пока... Самая далекая точка это на сегодняшний день Нальчик. Там 4 кофейни у нас по формату франшизы. А если говорить про домашнюю сеть, это где-то, если я не ошибаюсь, 18-20 кофейн. То есть уже работаете по франшизе? Да, да. Мы по франшизе работаем буквально со второго месяца после открытия. Там интересная, забавная история была. Мы арендовали ларек, я сам за баром работал, у меня партнеры там занимались финансами и все такое. Ну и у нас уже тогда были амбиции про большую сеть, про большую российскую сеть. И история какая была. Пончики производились у меня дома, конкретно мама их готовила на своей кухне. И производственных мощностей не было. И у нас был франчайзи-партнер с Каспийской, который приезжал каждый раз. Он мотоциклист, автоблогер. Приезжал, все время не заставал шоколадные пончики. Один день он сказал, мне надоело каждый раз приезжать. И то, что у вас пончиков нет, я покупаю франшизу и открываю у себя. Там соседний город Каспийск. В принципе, он там взял франшизу. На тот момент 100 тысяч рублей взяли. Все выстроили, показали, как пользоваться, набрали персонал. И вот, собственно, первый франчайзи-партнер. Это на третий месяц, по-моему, нашего открытия был. И получается, что с 2-го, 3-го, получается, какой-то СИБИО. С одной стороны, вы для себя устраивали процессы, заодно на партнере... Да, безусловно. И ему озвучили, что мы не все еще умеем. И он нам нужен был, и мы ему нужны были. Ну да, конечно. И как сейчас? Продолжаете работать? Да, работаем уже. Сейчас у него несколько точек. Да, работаем. Что касаемо активности? Вы сказали, что у вас амбиции открыть большую российскую сеть. Прошло 8 лет. Сейчас 30 плюс точек. Довольны ли вы, насколько вот эти амбициозные планы, которые вы ставили, скажем так, стремятся к тому решению? Там, в 7 высот. Смотрите, когда мы открывались, мы говорили больше про количественный. 300-400 точек по всей России. Ну, в какой-то этап, когда мы начали продавать франшизу, несколько франшиз закрылась, мы поняли, что это не та история, что то душевное качество, которое мы хотим. О, сейчас как раз та картинка, которую вы, наверное, должны увидеть. Это наши летние новенькие краски, довольно-таки популярные новенькие. Это лимонады на основе натуральных фруктов с добавлением сиропа и в набаде. Так, ну, здесь получается маракуйя, судя. Это тоже маракуйя. Да. У нас такой реквизит сейчас появляется для того, чтобы... Так, это бабу. Получается крупный такой. Спасибо. Мурат, ну, вот нам сейчас принесли как раз продукт. Наверное, будет здорово в этот момент именно обсудить вот то, что уже есть. И я вижу уже, что у вас есть вода под своим брендом. Она есть во всех точках? Да, абсолютно. Сколько в среднем сейчас, что? Сейчас не могу сказать точно про воду. Ну, я оптималил, летом, наверное. Летом тонн 10 мы продавали точно. И здесь вот немножко расскажите про вашу. Это новинки или это стандартность? Это лимонады. Ну, смотрите, когда я говорю о баре, что такое, что подразумевает за собой донус. Кофейня это пончиковая. Мы не делаем основной упор на кофе. Мы не говорим, что у нас самый вкусный кофе в городе. Мы оборудованием и позиционированием не стремимся доказать, что у нас самый вкусный эспрессо. Но мы, тем не менее, говорим про бар. Очень качественный, вкусный бар. И когда о нем мы говорим, кофе в Дагестане у нас готовят все вкусно. Говоря о таких продуктах, они зачастую не имеют аналогов. То есть, классический лимонад в большинстве заведений – это бонаква или какая-то газировка с добавлением сиропа. Мне не нравилась такая история. Плюс я хотел, чтобы что-то тактильно, что по вкусу всегда было что-то иное. Поэтому вот эти стаканчики у нас появились. Это не чуть твердый такой пластик матовый. Это жалко выбрасывая. Да, но у нас многие... Я, по-моему, так и сделаю. Карандаши и все такое храня. Это натуральные замороженные пюрешки. И в конечном итоге мы получаем, раз, эстетику, два, вкус и инстаграмность. Сердечко тут точно есть. Сердечко тут есть. Это такой... Корейский, да? И он просто... Ой, какая прелесть. А, да это получается как... Слушайте, до меня только сейчас дошло. Он несет за свою функциональную часть. Еще можно вот сюда его. То есть есть напитки, которые мы можем пить отсюда. Ребят, для меня открытие. На самом деле про тактильность надо сказать, что все вот вещи, которые сейчас здесь трогаешь, действительно очень приятные. Вот это сложно передать картинкой. Это надо действительно почувствовать. Здесь история про абсолютно... Вот здесь тачскрин покрытие. Она буквально 3-4 дня назад появилась. То есть была просто бумага. Нам производитель отправил образцы, сказал, что мы можем померить. Она такая... Она как вельвет. То есть это вроде бы тоже бумага, но она прям про ощущения, про настроение. Нет, просто потрясающие ощущения, действительно. Давайте пока вот на самом деле такой у нас получился набор всего на столе. Я не могу не проговорить про коробочки. Они довольно любопытные. И те рисунки, которые здесь есть, они что-то значат. Они точно цепляют. Они могут нравиться, они могут не нравиться, но они точно цепляют. Расскажите, что за идея, как давно это придумано. Ну, вот что это? Смотрите, первые коробки в сети это были пластиковые с хорика, то есть просто обычные пластиковые коробочки. Конечно, мы все понимали, что коробки нужно на брендирование заменить. Изначально не было денег, слово совсем. И первая такая хитрость была. Мы напечатали коробки, и деньги на печать коробок мы взяли у наших же поставщиков. То есть мы разместили их логотипы, что позволило нам в нулевую стоимость запустить первую партию. Потом оборот пошел, и последующие партии мы печатали уже без партнеров. Наши там был космический дизайн. Но мы понимали, что что мы можем предложить в отличие от других наших конкурентов, это настроение. Настроение мы закладываем в каждом нашем продукте. Когда кто-то фотографирует, он тоже закрывает свою какую-то потребность именно в настроении, в социальной значимости и так далее. Пришла идея работы с художниками. Вот здесь у нас с Нальчика художница. Это горец, раскидывающий пончики. Горец, раскидывающий пончики на гору. Да, я не знаю, как эта кара называется. Алена Багаури, доставщик радости в АУ. О-о-о-о. Арти называется. То есть это все рисуется маслом, потом переводится в цифру, и мы печатаем из них коробочки. Вот здесь у нас Донас Голбац. Это на одном языке Донас Лев. То есть, что за ты Лев Брат? То есть, смайлик, здесь все обыграно. Там что-то должно... Там явно надо детали знать, да? Кто-то на местном, да. Это больше такая мемная история. Но я так вижу, что там еще что-то там сканируется. Можно вырезать каждую. И там в рамочку. Плюс еще вот именно эта картина разыгрывалась NFT, когда бум был на NFT формат. То есть, все современное, все, что в тренде, мы стараемся применить. Да, абсолютно. Здорово. На самом деле, вот эти вещи, которые... Знаете, когда не хватает денег, ты просто начинаешь думать, где их добыть. Креативить, да. Ну и как насчет креатива? Ну, давайте продолжим уже, возвращаясь непосредственно к производству продукта. Своя фабрика или? Да, то есть, производство у нас свое. Если мы про пончики говорим, производство свое. Я могу историю рассказать. Заморозка нет? Нет, не заморозка. В том случае, каждый день свежие пончики и остатки благополучно утилизируются. Да. Конечно. Было много историй, нас спрашивают, почему вы не раздаете их, почему вы не отдаете их домам, ну, престарелых-то там, детдомам. Мы пробовали, но это, во-первых, детдомов у нас, наверное, 1-2. Каждый день мы начнем туда пончики приносить им. В итоге им это не нужно. Они уже там спустя 2 недели говорят, все, хватит, мы уже больше не можем, да. Это либо кто-то этим должен, должен заниматься, либо все утилизируйте. Знаете, на самом деле, эту тему, которую сейчас поднял Мурат, это тема для многих очень актуальна, что делать с продуктом, который, в принципе, еще годен, но концепция не позволяет это, там, не знаю, как-то продавать на второй день, еще что-то. И это утилизация еды, утилизация еды, которую просто выбрасывать, это, конечно, боль больная, но пока что действительно очень трудно решаемая. Спасибо, что ее подняли. Так, хорошо, каждый день новая? Каждый день свежие, новые панчики. Сколько сейчас в среднем день у вас уходит на сеть? По Махачкале могу сказать, то есть про домашнюю сеть, туда и Каспийск, и Сбербаш входит, ну, около 4,5 тысяч панчиков. 4,5 тысяч панчиков. А летом? Ну, у нас зима-лето практически один... У нас разница от сезона бывает либо упор на лимонады меньше кофе, либо меньше лимонадов, больше кофе. В плане япончиков у нас круглый год одинаковое количество. Поняла. Что касаемо людей, которые здесь работают, если мы говорим про персонал, сколько, ну, это прямо сейчас могу увидеть, там, 4 человека точно работают. Сколько в среднем вообще, сколько человек сейчас работает в компании? В компании, если мы говорим про бариста, это человек 120, это в домашней сети. Ну, и мы можем любое количество точек, там, умножить на какое-то количество людей. Если мы, там, говорим про Нальчик, это, там, 4 точки по, там, 6 человек, 2 через 2, ну, там тоже, наверное, человек 12-15 работают. Как обучаете? Как набираете? Есть тренинг-центр, есть HR, который непосредственно их набирает, занимается тренинг-центр, и после 2-х недель обучения в офисе, они уже открытаются под наставника и работают на точке. Ну, работаем прямо на точке, поэтому, да, вот этот фоновый шум, который вы слышите, вот именно в таких условиях не хотелось, там, играть в какую-то специальную студию, потому что хочется побыть в этом формате, я вам могу сказать, что здесь довольно комфортно, и этот дополнительный шум, он не мешает. Возвращаясь тренинг-центру, в какой момент он у вас появился, ну, как говорится, вот какой критический момент наступил, что уже надо своих обучать самим и именно свыше, то есть, первый год-два у нас все борисы обучались непосредственно на самих точках, ну, там уже на второй год работы, там, после четырех-пяти точек мы понимали, что можно уже брать тренера, и уже на третий год точно мы обучали сами отдельно в офисе. Возрослый бизнес становился уже, да? Да. Вообще, вот это ощущение, действительно, ну, вот вы сказали, что вы работаете с 11 лет и как бы чувствуете себя свободным, там, в средствах, условно, ну, там, карманные деньги слишком рано уже стали появляться, у вас, кстати, для, у меня моему ребенку 10 лет сейчас, если честно, я плохо себе представляю, что он с 11 лет у меня начнет уже не просить у меня денег. Сам, на самом деле, это я вижу, ребят, думают, блин, да нет, наверное, я не работал с 11 лет слишком рано, ну, что, я знаю, в каком году я это делал, мне было 11 лет, то есть я сам не поверил, да? Это, это вообще для вашей местности, для Дагестана, это, как бы, практика, как бы, скорее, вариант нормы или нет? Как вот вы, например, оценили? Ну, здесь это не особо отличается, там, центральной России, и так случилось. Была необходимость конкретно моей семьи, именно, не сколько история, что родителям помогать, но была такая моя внутренняя потребность, наверное. если говорить, в целом, вот, вас, вот сейчас у вас есть партнер, партнер, в смысле, который, как у вас вообще устроена вот команда основателей? основателей было пять, то есть мы пять друзей начинали, поэтому с первых дней у нас, мы все понимали, что пять человек в одном ларьке работать не будем, изначально была идея, что мы будем развиваться, кто-то на себе замкнул дизайн, кто-то финансовые составляющие, кто-то там развитие, на мне на тот момент была операционка, то есть в первом месте, конечно, я работал за баром непосредственно, после того, как мы набирали персонал, в основном я всегда занимался операционкой, и операционкой это собой подразумевало, что в дальнейшем я становлюсь именно сел и занимаюсь развитием бренда, сейчас прямо в рутину, конечно, я не вникаю, кем бы я себя сейчас назвал в компании, это маркетологом, то есть я именно занимаюсь продуктом, именно каким-то вот составляющим, до чего дотрагивается клиент, это за это ответственный я. Про клиентов, про покупателей, могли бы назвать, как устроено вас, во-первых, есть ли программа лояльности, есть ли у вас понимание, сколько действительно у вас охваченных покупателей, может быть, поделитесь такими информацией. программа лояльности есть, то есть мы на второй или третий месяц поставили систему автоматизации Айка и в принципе там встроенная CRM-система, потом мы на пятый год появился вспомогательная CRM-система карт-пиар, то есть в Apple Лойлице есть конкретное, то есть это не дополнительное продолжение, это просто QR-код каждого клиента и на сегодняшний день система лояльности около 70 тысяч постоянных пользователей. То есть, чтобы вы понимали, полтора-два миллиона оборот бонусной системы, то есть люди тратят полтора-два миллиона рублей в месяц. Но система лояльности 5-10 процентов от кэшбэк и накопленные баллы в размере полтора-два миллиона рублей тратят наши клиенты. Здорово, здорово, хорошая история. Если говорить про новых покупателей, да, вообще про узнаваемость бренда, как вы к этому, как вы можете сказать сайт, насколько вы узнаваемый. И в этот же момент хочется поговорить немножко про конкуренцию. С кем бьетесь? Так, окей, про узнаваемость. Если мы сейчас выйдем на улицу, опросим тысячи человек, наверное, человек 900 знают нас. Но если мы зададим вопрос по-иному, если мы скажем топ-5 кофеин в Махачкале, возможно, в категорию кофейн не внесут. То есть в топ-5 нас не внесут. Но если мы говорим про наведенные знания, мы покажем логотип или спросим напрямую, про нас будут знать. Почему это происходит? Потому что мы не конкурируем с классическими форматами кофейни. Мы больше про категорию, чтобы человек как-то себя занял. То есть я понимаю, что кофе это вкусный кофе это непрямой потребительский мотив клиента. Для них больше нужно как-то забить свою эмоциональную часть, как-то провести приятный досуг. И вот мы тут как... Это вы создаете? Это мы создаем. У нас если говорить про суть бренда в трех словах, это кофе пончики настроений. И мы прекрасно знаем, как дать это настроение клиенту. И как это сделать быстро. Кофе пончики настроений. Слушайте, как здорово слышать. Знаете, я ведь очень много интервьюирую людей, и, соответственно, когда я встречаюсь с ситуацией, когда люди не могут рассказать ни про брендинг, ни про эту концепцию, когда не могут. Просто бизнесом, что так получилось, что бизнес шел. А вы это понимаете, концептуально строили эту историю. Это изначально было или позже пришли? Смотрите, я могу вам бесконечно сейчас не хватить эфирного времени, но про бренд стратегию, про написание бренд стратегии, как я долго искал людей, которые напишут мне и напишут бренд стратегии в Махачкале. Я их не нашел. Те, русские компании стоили от 5 миллионов. Я не готов был на тот момент задавать. Я, как многие предприниматели, пошел самообучаться. Это был 2019 год. Украинская компания Сквот. Я проходил бренд стратегию. Сергей Аверин, по-моему, бренд стратег Мегафона и МТС преподавал. После этого мы писали. Около полутора миллионов я потратил на всякие исследования, интервью, глубинные, количественные и так далее, и так далее. Огромный свод знаний, огромный свод данных, после чего было все это написано. Ничего нового в течение этих полугода я не придумал. Моя задача была описать то, что уже придумано, добить его, сделать более читабельным, как минимум для того, чтобы дать каждый раз правильное техническое задание дизайнерам, художникам, с которым мы работаем. Для общего понимания вектора. И говоря про кофе, пончики настроения, это не слоган, это суть бренда, который за собой закрепляется конкретными техническими вещами. Кофе, пончики у нас есть, как мы предоставляем настроение. То есть мы понимаем, что кофе это сильный доносит все, и никотин, и сахар до каждой калитки нашего мозга. Сахар есть в наших пончиках. Это дефамин, это глюкоза, и все подкреплено. И каждая наша потребность выложить что-то, быть социально значимым, вкусовые качества, все это закрепляется, что мы с нами получить удовольствие легко и быстро. Вы пошли учиться фактически для того, чтобы удовлетворить свою вот необходимость, рвение, в какой-то мере, понять, кто вы есть. Да. Чтобы было проще дальше двигаться? Чтобы просто было как минимум описать. кто-то может быть талантливым каким-нибудь маркетологом, ресторатором, но иногда ему приходится все самому делать, потому что он не может объяснить свое видение третьему человеку. Моя задача была все это расписать, чтобы в течение получаса какой-то небольшой презентации что художник, что какой-то шеф-кондитер или шеф-бориста сегодня получаса был в контексте всего, понимал, что он должен давать. В итоге все получилось. Я привлекал очень много сторонних шеф-кондитеров в Центральной России. Часа нам хватало, чтобы он давал нам вкусный продукт, который нам нужен. Именно то, что нам нужно. И не тратил ни свое, ни наше время для того, чтобы сделать то, что будет вкусным, но нам не подходит. А сколько я скажу сейчас, если вы говорите про пончики? Если мы по ассортимент 18 видов, нет, даже 18, где-то 10 видов постановятся с ассортиментом. Да, мы что-то выводим обязательно, чтобы вынести анализ, что-то уберем, что-то внесем новое. По напиткам, не будем прям считать там сиропы-сиропы, 15 позиций точно разного рода есть. Вот сейчас, наверное, в силу того, что довольно много поговорили про такой вот дизайн, ощущения, то есть настроение. Сейчас мы находимся в пространстве. Это пространство недавно появилось. Сколько времени? 5 августа было у нас техническое открытие, 30 августа у нас было официальное открытие с приглашением гостей, но в принципе да. Все ли, что задумывалось для этого пространства было реализовано? Технически в принципе все, но что-то еще мы будем добивать, но это уже больше про арт-объекты, какие-то дополнения, все такое. То есть в принципе для гостя то, что мы задумывали, мы и дали. Это комфортно, это разные возможности. В принципе немножко мы уже показали. Если бы у вас там не было ограничений в ресурсах, вот этот момент мне интересно, что бы вы здесь еще хотели бы реализовать? Если бы было бы что-то прям нового, мы сюда наверное бы не добавили, за исключением возможно у нас появилось оборудование более экспериментальное, которое мы смогли бы в случае чего потом либо масштабировать, либо сказать это нам не подходит и просто заменить. Касама фастфуд все-таки тема, все равно мы в этой истории говорим. Ларечки, вот как киоски, да? Киоски такого в торговых центрах? В торговых центрах корнеры, там где-то с посадочными местами, где-то без. Какие еще форматы? Кофейня, корнер и ларек, да, три формата. А вот если распределиться по этим форматам, какие для вас наиболее успешные, или они просто дополняют друг другу и в целом концепцию? В плане успешных, конечно, для нас ларьки, это для домашней сети очень большой финансовый поток, как кофе с собой, мы очень сильно развились во время коронавируса. То есть все точки в Махачкале были развиты как кофейниц сидячими местами. Но во время коронавируса, там чуть ли не год, с законодательства можно было там работать, там еду с собой можно было. А у нас уже готова была огромная база, и это дало нам такое второе дыхание. финансовый поток для того, чтобы развить. И после того, как в принципе коронавирус прошел, все ограничительные меры прошли, у нас остался сильный бренд по кофе с собой. Что касаемо доставки, если доставка, как это отрабатывает? Доставку мы долгое время не развивали, потому что была сложность, во-первых, кофе я не совсем хотел доставку делать. Как это? Капучино живет 5-минутный максимум. Пока он доставится, клиент получит отвратительный напиток. Клиент не будет задумываться, что я виноват, потому что я умудрился заказать капучино. За них, за клиента должны подумать мы. Мы сейчас оставили какой-то список из кофе. Вторая проблема была у нас, что у нас количество пончиков меняется. ассортимент меняется. И мы не могли долгое время сделать сайт, где будет актуальное количество пончиков. А так, чтобы человек заказал, а потом ему позвонили и сказали, нет, не получается, этого нету, того нету. Это неподходящая история. И технически мы буквально полгода назад решили вопрос, написали сайт, долго его интегрировали, чтобы остатки на ветеринах оставались. Тоже было сложно, и мы запустили отдельное помещение для доставки с огромным количеством и наличием пончиков. Это чуть технически было сложно. Ну и как результат? Результат пока минусовой. То есть говорить про кофейню у нас нет ни одного минусового проекта сейчас. Если говорить про доставку на третий месяц жизни, он пока минусовый. где вдохновляетесь идеями, технологиями? Какие технологии хочется внедрить, но при этом, скажем так, может, ваше ощущение, что вы еще не доросли. О чем здесь хотелось бы поделиться? Вдохновление? Если я скажу путешествия, то возможно да. По кофе, если говорить про кофе, даже дубайский проект, они не удивляют. что Москва, что Махачкала, что Думай, они плюс-мус по кофе одинаковые, по аборту неодинаковые. Если говорить о каком-то настроении, как это происходит, мы смотрим и черпаем идею абсолютно с разных мест. То есть расскажу там, забегая вперед, об истории, которую мы сейчас запускаем. Это скретч слой, то есть будут стираемые наклейки. Каждый человек может стирать и там будет либо какое-то пожелание, бонусные баллы, либо какая-то продукция, либо розыгрыш какого-то техники. Мы это где-то в кофейне не видели, но это история из лотереи. Мы не вдохновлялись в лотерее, но технология плюс дарит ли это эмоции или не дарит, это момент подарка, стирание, то мы запускаем его. требует какой-то специальный регулятор или нет? Слава Бога. Мы ничего не обещаем. Мы часто ссылаемся на именно знаете, исламский закон. То есть если нам мы спрашивали запрещает нам ислам, допустим, это же отсылка к лотереи, нам объяснили, что мы изначально ничего не обещаем, мне продаем его как продукт с призом. говорим, вот вам стакан, вы платите за кофе, а это бонус. Будет он пустой или с подарком, это уже вы конкретно за это не платили, это наша уже ваша удача и то, что все решили. Давайте немножко поговорим про планы, про будущее. Один из планов вы уже так обозначили. Это да, маркетинг про пиар. Ну, это же все время про развитие, уж думаете куда-то дальше, еще что хотите делать? Ну, если про маркетинг, мы можем отдельно про маркетинговое развитие поговорить, что мы планируем, если мы говорим про бизнес-стратегию, что мы дальше хотим, это, конечно, Москва. Как я уже сказал, или я не сказал, повторюсь, про франшизу. В какой-то момент мы поняли, что формат иметь 340 точек франшизы и не суметь за всем этим наблюдать, это не наша история. Будем работать с качеством. То есть мы в домашней сети выстраивали большой управляющую компанию с иерархией, с должностями и все такое. И мы понимали, что продавать франшизу и иметь весь объем вот этих должностных инструкций один человек не сможет. Иметь сразу много сотрудников тоже не получается. Мы тут переформатировались в то, что человек, партнер имеет большую команду и развивает как минимум 5-6 точек сразу. Таких партнеров мы понимаем, что уже намного сложнее найти. Поэтому мы хотим сами открыться в Москве на свои собственные средства, запустить там точку и только после этого искать партнеров. То есть мы своим карманом сперва рискнем, попробуем, все шишки набьем, только после этого мы сможем привлекать действительно партнеров, которые мы с уверенностью можем сказать, вот у нас получилось, в Москве тоже, давайте с нами. двадцать четвертым году? Уже? Да, да. Уже нашли точку? Много что, нет, помещения мы не нашли еще, но мы проделали очень много шагов, подготовили очень много информации, и попробовали много гипотез здесь. то есть у нас было очень большое производство, сейчас у нас большое производство пончиков, нам нужно было все это укомплектовать в небольшие помещения, потому что аренда в Москве будет большой. Мы это сделали, мы нашли сильных технологов, шеф-кондитеров, которые нам помогут это все сделать в Москве, и много именно по бару тоже попробовали. Слушайте, ну, хорошие амбиции, московский рынок непростой, конкурентный, найти там своего покупателя, особенно все-таки мы же понимаем, что вы там будете, скажем так, практически на нулевой узнаваемости, но я понимаю, что вас снимала уже аудитория, которая вас знает, ровно потому, что там бывали здесь в режиме туриста, что-то такое, плюс я уверена, что диаспора тоже определенная есть, вот, и на это точно можем надеяться, но все же. как раз вы эти моменты обозначили, все-таки и аренда, и операционка, она будет, и опять же история про логистику, когда вы говорите о том, что у вас столько, вчера сделаны там 24 часа, да, у вас как бы не больше? там производство открывать однозначно, то есть производство логистиков будет непосредственно в том городе, где бренд представлен. что ж, мурат, на самом деле сейчас понятно, что это был один из таких разговоров, которые где-то случайно случились в вашем городе, мне точно было приятно познакомиться с тем бизнесом, который вы развиваете, я буду рада, если мы с вами как-нибудь присядем таким же образом уже в Москве, то однозначно постараемся быть на открытии, вот, и успехов вам, вашей команде, и знаете, чтобы те вещи, которые вы задумываете, они действительно притворялись жизнь, интересно наблюдать за такими, ну, такими яркими проектами. Спасибо. Экспедиция ритейл продолжает свою работу, и вот такие проекты я тоже стараюсь смотреть для того, чтобы немножко вам подать, может быть, где-то вдохновение, где-то того, чтобы задуматься, почему бы не сделать мне такое же, или возможно стать партнером. Это не реклама никоим образом, а ровно для того, чтобы развивались мы вместе. Очень здорово, когда есть такие приятные тактильные ощущения, и вообще в целом ощущения от проекта, это современно, это ярко, это действительно с настроением, так что делайте такие проекты, улучшайте свою жизнь, жизнь ваших коллег, ваших жителей, ваших городов, сел, в которых вы находитесь. А retail.ru продолжает свою работу, читайте, изучайте те материалы, которые у нас есть, и до встречи, до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова